Всем привет! В эфире Универ Ньюс, а в студии Анна Глазунова. И сегодня я познакомлю вас с главными новостями. Итак, смотрите выпуски. В среду 17 октября в Керченском политехническом колледже в 11.25 прогремел взрыв. По предварительным данным, в результате чрезвычайного происшествия погибли 21 человек. 53 раненых, 12 из них в тяжелом состоянии. 18 октября в связи с этой трагедией в России объявлен день траура. Об этом наш следующий сюжет. Жители Казани почли память погибших во время трагедии в Керчьи. Горожане возложили цветы к народному мемориалу на площадке фонтана в Ленинском садике. Казанцы оставили возле мемориала несколько плакатов с надписями большинства из тех, кто пришел сегодня в Ленинский садик, студенты КФУ, которые не остались равнодушными к этой трагедии. Они почли память жертв массового убийства минуты молчания. От лица всего студенчества мы хотим выразить глубокие соболезнования семьям погибших и также пострадавшим. В результате этого массового убийства мы глубоко скорбим по произошедшему в Керче и надеемся, что подобных случаев больше не произойдет ни в одном уголке России. Напомним, 17 октября в 1.40 в Керченском политехническом колледже произошла серия взрывов и стрельба. По последним официальным данным погиб 21 человек, 52 раненых. Этот теракт квалифицировали как убийство двух и более лиц, но в связи с выясненными обстоятельствами это не перестает быть терактом. Теракт против жизни, против воли людей. И меня переполняет чувство непонимания того, что зачем этот молодой человек совершил это. В следственном комитете установили, что стрельбу учебно-заведение устроил 18-летний студент Вразислав Розляков. Расследование дела продолжается. Регина Насибульна, Зуфар Галимов, Владимир Нелюбин, Универньюс. Британское издание Times High Education обнародовало результаты предметных рейтингов по четырем направлениям. Рейтинговые позиции определяются на 2019 год. Казанский федеральный университет стал лучшим российским вузом в предметном рейтинге образования в группе 101-125. Казанский федеральный университет стал лидером среди вузов России в предметном рейтинге образования глобального рейтингового агентства Times High Education. КФУ вошел в группу 101-125 топовых университетов мира. МГУ в данном направлении образования на 2019 год занял место в диапазоне 151-175. А Томский государственный университет вошел в рейтинг впервые в категорию 301-400. Распределенная подготовка будущих учителей в научно-образовательных структурах Казанского федерального университета с химиками, физиками, математиками и другими направлениями дает более фундаментальное образование, нежели образование в педагогических вузах. Казанским федеральным университетом была создана самая вариативная в России система получения профессии учителя. У университета есть не только свои лицеи, но и планетарий, детский университет и проект «Умная Казань». Они являются одним из основных трансферов педагогического образования. Именно на этих площадках опробируются и масштабируются разработки для их дальнейшего внедрения в другие школы. Студенты-педагоги имеют реальную возможность применить на практике полученные в процессе учебы знания. Помимо этого, в КФУ функционирует университет третьего возраста. Такой охват не только студентов, но и людей всех возрастов дает возможность разрабатывать комплексные программы образования. Стоит отметить, что на базе университета выпускается журнал «Образование и саморазвитие», который стал одним из 25 российских журналов, вошедших в базу данных с КОПУС, главным редактором которого является приглашенный профессор Ник Ражби. В свое время вольное сетевое сообщество «Дисернет» признал журнал одним из слабейших в своем направлении. В связи с этим ученые и педагоги во главе с главным редактором Ником Ражби прошли этап трансформации, который был направлен на исправление ошибок. Казанский федеральный университет выстраивает модель непрерывной системы образования от детского университета до университета третьего возраста, охватывая таким образом все группы населения. Это основная стратегия в долгосрочной перспективе развития педагогического образования Казанского университета и его продвижения в мировых рейтингах. Диана Шилова, Универньюз. В Казанском университете обсудили вопрос развития дистанционного обучения. Подробности расскажет Аделя Шамилова. Обучение математике в школе и вузах – сложный многоуровневый процесс, состоящий из целого ряда этапов, которые были подняты на 8-й международной научно-практической конференции «Математическое образование в школе и вузе. Инновации в информационном пространстве». В открытии конференции принял участие заместитель министра по образованию и науке Республики Татарстан. Он рассказал, в чем необходимость проведения анализа сегодняшних методик обучения математики и информатики в школах и вузах. «Уровень развития наших выпускников, школьников, ежегодно растет. Небольшие цифры для сравнения. С 2014 года средний балл ЕГЭ по математике, по прикладной математике, вырос на 18%. Также одни днем ранее в стенах Высшей школы журналистики и медиакоммуникации КФУ состоялась встреча с Муратом Чушановым, профессором кафедры высшей математики и подготовки учителей Техасского университета в городе Эль-Пасо. Работа конференции продлится до 21 октября включительно. Аделя Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз. На конференции России и Китай обсудили вопросы отношения двух стран китайского языка, культуры и истории. Подробнее в следующем сюжете. В Институте международных отношений Казанского федерального университета открылась 11-я международная конференция России и Китай истории и культуры. Коллеги представители научных кругов двух стран принимают активные участия в этом мероприятии для обсуждения вопросов, касающихся китайской культуры, продавания китайских языка и развития китайско-российских отношений. После открытия состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между Институтами международных отношений КФУ и Гуаньдунского университета иностранных языков и торговли. После подписания было открыто пленарное заседание, на котором были обсуждены различные темы истории культурного развития, развития Китая и российско-китайских отношений. Также в шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации состоялась дискуссия на тему китайский язык, новые формы контроля уровней иноязычной коммуникативной компетенции. Конференция продлится до 20 октября. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универ Ньюс. В КФУ прошел семинар «Как подготовить статью к публикации в международном журнале с помощью ресурсов ClariWate Analytics». Подробности смотрите в нашем сюжете. В течение двух дней в Казанском федеральном университете будет проходить семинар «Как подготовить статью к публикации в международном журнале с помощью ресурсов ClariWate Analytics». На данном мероприятии слушатели узнают, как начать и составить структуру научной статьи, и также грамотно оформить статью для публикации в международный журнал. По окончанию слушатели приобретут знания и научатся использовать всевозможные ресурсы. На примере популярных научных статей. Регина Сибульна, Ленар Довлетяров, Универ Ньюс. Для студентов в КФУ прошла квест-игра, посвященная столетию со дня образования Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи. Меньше чем за два часа студенты должны были ответить на вопросы, вспомнить исторические даты и имена. Все подробности расскажем прямо сейчас. 29 октября 2018 года Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому Союзу Молодежи исполняется 100 лет. В связи с этим событием для студентов Казанского Федерального Университета была проведена квест-игра «Путь комсомола». Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи – это молодежно-общественно-политическая организация. Он был создан на Первом Всероссийском Съезде Союзов Рабочей Крестьянской Молодежи в 1918 году. Согласитесь, Всесоюзный Ленинский Коммунистический Союз Молодежи – ну кто об этом знает сегодня? Практически никто. И поэтому такие мероприятия направлены прежде всего на сохранение памяти, на приобщение студентов к данным событиям и мероприятиям. Интерактивные точки квест-игры расположились на сковородке возле памятника Владимиру Ленину, около Института физики и в культурно-спортивном комплексе «Уникс», а также в других местах на территории университета. Все задания были посвящены столетию Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза. Студенты отвечали на вопросы и выстраивались в определенной последовательности исторических дат, рисовали тематические плакаты и многое другое. Меня интересует история моей страны, тем более это одна из самых интересных исторических ситуаций, которые происходили в нашей стране и в принципе во всем мире. Я думаю, что стать частью этой самой истории – довольно важная вещь абсолютно каждого человека. По итогам этой игры всех участников наградили памятными дипломами, призами и сладкими подарками. Анна Глазунова, Леонард Волитьяров, Универньюз. На этом у меня все. Смотрите нас в социальных сетях. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok